Беженцы, пребывающие в Великобританию, сталкиваются с дискриминацией еще до того, как у них появляется возможность начать новую жизнь. Расследование, предметом которого в очередной раз оказался миграционный центр для женщин Ярлс Вуд, выявило, что сотрудники учреждения игнорируют заключенных, которые наносят себе увечья, и используют в обращении с ними российские клички. РТ удалось поговорить с одной из бывших заключенных центра. Охранники не видят в заключенных людей. Они называют нас животными, и в этом центре это становится правдой. У тех, кто поступает туда здоровым, начинаются психические расстройства. В какой-то момент я сдалась, у меня больше не было сил. Я перестала есть. Я хотела только умереть. За женщинами постоянно наблюдают мужчины. За ними наблюдают, даже когда они ходят в туалет, потому что там уже были попытки суицида. Единственная оценка, которой подвергаются заключенные в Ярлс Вуд, направлена на выявление того, готовы ли они физически к депортации на родину. С момента открытия этого центра в 2001 году вокруг него постоянно возникают скандалы. Надзирателей обвиняют в избиениях и сексуальном насилии. Заключенные много раз устраивали голодовки. В прошлом году один мигрант умер после того, как ему было отказано в медицинской помощи. Ноэл Финн, в прошлом медицинский работник Ярлс Вуд, утверждает, что многие заключенные пребывают в тяжелом психологическом состоянии. «Туда поступало немало людей с расстроенной психикой. С другой стороны, само пребывание в этом центре вызывало у многих тяжелые заболевания. Там были люди, переживающие психологические травмы или последствия пыток. В Ярлс Вуд не понимают, что нелегальным мигрантам пришлось столкнуться со сложными ситуациями. Многие из них прибыли из разрываемых войной стран. Многих из них пытали, страшно пытали. Они не совершили никакого преступления, однако их помещают в центр временного пребывания, который по сути является тюрьмой и к находящимся там людям относятся как к преступникам».